Сегодня получать от Него. Вчера у нас было начало пророческой школы, где нам служила Мишель вместе со своими детьми, где пастор Вадим нам служил. Это было потрясающее Божье время. Вы знаете, я всегда знаю о том, что когда человек ищет Бога, прийдя на это место, Бог всегда ему ответит. Поэтому, возлюбленные, давайте наше сердце настроим на то, чтобы слышать Бога, не на человека смотреть. Настройте свое сердце, чтобы услышать голос Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте помолимся, пригласим Бога на это место, прославим Его в это утро. Аллилуйя. Святой Бог, мы превозносим имя Твое Святое. Мы говорим Тебе, что Ты один достоин всей славы и всей хвалы. Мы превозносим Тебя в это утро, Господь Божий. Мы славим Тебя. Мы молимся, приими, Господь, хвалу из наших уст. Благослови это время. Благослови сегодняшний день, Господь. Накорми сегодня детей, Господь, хлебом Твоим с небес. Благослови, Господь Божий, проповедующих. Пусть, Господь, их уста будут помазаны Тобою. Мы молимся, Господь, пусть Слово Твое сегодня будет молотом, разбивающим скалу. Пусть сегодня это Слово наши сердца изменяет. Мы отдаем это время Тебе. Всю славу воздаем Тебе, одному наш Бог. Аллилуйя. Новые дни, новая жизнь, новые песни. Новый расцвет, новый закат, новые сны. Новый вопрос, новый ответ, новые мысли и свет. Новое все в моем Боге живо. Новые дни, новая жизнь, новые песни. Новый расцвет, новый закат, новые сны. Новый вопрос, новый ответ, новые мысли и свет. Новое все в моем Боге живо. Новый вопрос, новый закат, новые мысли и светят. Новый вопрос, новый закат, новые мысли и свет. Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес Новые дни, новая жизнь Новые песни Новый рассвет, новый сократ Новые стыль Новый вопрос, новый ответ Новые мысли и свет Новое все в моем Боге живо На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Новые дни, новая жизнь, новые песни Новый рассвет, новый закан, новые сны Новый вопрос, новый ответ, новые мысли и свет Новое все, мой Бог живет На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес На славе душа моя тебя Любовь сольется на небес Моя сердечная хвала Великому Богу чудес Он чудесный Бог, Он достоин славы Благодарим тебя, Иисус, за жертву твою, за кровь твою, за новый день То, что я могу жить в тебе, Господь, а ты можешь жить во мне, Господь Дайте Бог больше, больше, больше славы Может подача, иисус, за добьтесь, а ты можешь жить во мне, Господь Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощенье. Течет с небес любовь Твоя, как милость и прощенье. Я славлю Тебя, мой Бог и мой Царь, Я славлю Тебя, мой Царь и мой Бог. Я славлю Тебя, мой Бог и мой Царь, Я славлю Тебя, мой Бог и мой Царь, Я славлю Тебя, мой Царь и мой Бог. Я славлю Тебя, мой Царь и мой Бог. Ты всему летал, ты всему летал, ты всему летал, ты всему летал, ты всему летал. За милость и любовь твою, тебя за все благодарю, за кровь твоего святую. За вечность, красоту, небес, за то, что умер и воскрес, открыл нам жизнь иную. За милость и любовь твою, тебя за все благодарю, за кровь твоего святую. За вечность, красоту, небес, за то, что умер и воскрес, открыл нам жизнь иную. Я славлю тебя, мой Бог и мой царь, за царский подарок в вечной жизни дар. Я славлю тебя, мой царь и мой Бог, начало с судьбой, ты всему летал. Я славлю тебя, мой Бог и мой царь, за царский подарок в вечной жизни дар. Я славлю Тебя, мой царь и мой Бог, начало всему, ты всему, я славлю, я славлю Тебя, мой Бог и мой царь, за царский подарок, вечность и беда. Я славлю Тебя, мой царь и мой Бог, начало всему, ты всему, я славлю Тебя, мой Бог и мой царь, за царский подарок, вечность и беда. Я славлю Тебя, мой царь и мой Бог, начало всему, ты всему, я славлю, я славлю Тебя, мой царь и мой Бог, начало всему, ты всему, я славлю, я славлю Тебя, мой царь и мой царь, за царский подарок, вечность и беда. Начало, он конец, он первый и последний За милостью любовь Занялась и любовь твою, тебя за все обмядаю За кровь твою святую Заречившись красоту невесть За то, что умер и воскрес Окремавшую звеную За милостью любовь За милостью любовь твою Тебя за все обмядаю За кровь твою святую За вечность красоту невесть За то, что умер и воскрес Окремавшую звеную Я славлю тебя, мой Бог и мой царь Засадки вода, вечность и света Я славлю тебя, мой царь, мой Бог Начало, в зиму, ты в зиму и виток Я славлю тебя, мой Бог и мой царь Засадки вода, вечность и света Я славлю тебя, мой царь, мой Бог Начало, в зиму, ты в зиму и виток Я славлю тебя, мой царь, 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 Спасибо, что вы с нами опять. Кто не был вчера вечен, вы могли бы помазать. Сегодня мы отправляемся в путешествие. Не садитесь. Забудьте все, что вы знали. Это лучшая позиция для того, чтобы принимать от Бога. Быть пустым. Чтобы он мог излить свой дух. То есть мы должны понимать, что перед Богом мы на самом деле ничего не знаем. Аминь. 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 Мы покоряемся твоему лидерству. И благодарим тебя за реальность небес, где сейчас. Спасибо за то, что ты с нами встречаешься сегодня. Святой Дух. Святой Дух. Ты любишь открывать нам Иисуса. Аминь. Поэтому просим тебя. И я провозглашаю, что в этом зале чрево переживания Бога. Мы здесь безопасны. Спасибо. Аминь. Присаживайтесь. Аминь. 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 Итак, то, что мы будем делать сегодня. Я беру людей 6 месяцев через это. На самом деле у нас уходит 6 месяцев, наверное. Мы постараемся за сегодня. Я хочу вдохновить вас. Возьмите это с собой домой. Это то, что вы узнаете сегодня. Если вы это сделаете. Это изменит революционное ваше отношение с Иисусом. И продвинет вас во всем, что у Него есть для вас. Итак. Если у вас есть Библии. Приготовьте их и приготовьте ручки, карандаши, бумагу, блокноты. У нас будет очень много действий практически сегодня. У нас будет время уединения с Богом. И если у нас останется время, надеюсь, что он останется у нас, вы будете слушать Бога для других людей. Поэтому, Господь, дай нам растяни время или замерье время. У нас у всех есть потрясающее призвание к Господу. И вся вторая глава 10 стих написано, что мы были созданы на добрые дела. Мы признали быть в партнерстве и сотрудничать с Ним. Я столько раз слышу, как люди ждут, когда Бог что-то сделает, не осознавая, что Он хочет это все делать в партнерстве с нами. И таким образом Он созидает наши жизни. Мы со-работники с Ним. И чуть позже мы будем глубже об этом говорить. Но хочу просто подчеркнуть сейчас, что Он хочет партнерство. Я бы сказал, что самый основной способ, как мы партнерся с Ним, это когда мы начинаем слышать Его голос. Как можно быть с Богом, не понимая Его, то есть не слыша Его голос? Иисус сделал только то, что видел Отца Твоего. Он говорил только то, что слышал, как Отец говорит. И Он нам сказал, что дела, которые Он сотворил, мы больше этих сотворим. Поэтому нам надо видеть, что делает Отец. И слышать, что Он говорит. И я скажу, что самое основное основание для этого comes from seeing Him rightly. Это, в общем, начало всего, когда мы прямо видим Его. Или правильно видим Его. Я вчера говорил об этом. что все, что происходит в твоей жизни сейчас это результат того, во что ты веришь о Боге сейчас. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно основание положили в познании того, кто Он есть. Я хочу прочесть. 2 Коринфянам 3, 16 стих. Но когда мы обращаемся к Господу, то завеса ударяется. А Господь есть Дух. А где Дух Господень, там Свобода. И вот 18 стих. И мы все открытым лицом как в зеркале взираем на славу Господню и преображаемся в тот же образ из славы в славу. Потому что это от Господня Духа. Или как от Господня Духа. Итак, слушайте внимательно. Когда мы смотрим на Него, мы становимся как Он. А кто из вас пытался быть хорошим христианином? Ну и как получилось? Слишком усердно мы не можем делать. Я имею в виду, что не получится. И я что-то шокирующее скажу. Знаете ли вы, что самая главная задача Иисуса – не изменить вас? Его главная цель или задача – любить вас. И когда вы принимаете Его любовь, знаете Его любовь, тогда вы начнете меняться. я хочу вас вдохновить сегодня, перестать стараться быть хорошим христианином. Я хочу вам новую стратегию предложить. Смотрите на Него, видите Его. Я даю несколько примеров. Я лидер по натуре и много лет была в разные группы. Я пророческий лидер. И у нас есть тенденция быть черно-белыми. Очень-очень радикальными. Слышали так, ну, пророчески говорят? Либо плавься тай, либо со сковородки до логи. Сегодня, да, нагрузка на мой мозг. Переживайте об этом. То есть не жалуйся, не перекинай ничего. Просто встань и делай, хватит ныть. Вот такие мы иногда. Но в моей жизни настал сезон, когда Бог меня начал строгать. Мишель. Сострадание. Нежность. Будь более исходительна к тому, как люди проходят путь. И я поняла, что мне нужно вот таким образом начать смотреть на Него. И я начала этот процесс, я до сих пор в этом периоде. Через Божье Слово. чтобы видеть пастуха. Сострадающего. Об Иисусе Христе написано. Он когда посмотрел на массы людей, на группу. Он возмутился внутри. То есть он движим был со страданием. Потому что люди были рассеянны, как не имеющие пасты. И я начал проводить время. Созерцая его таким. Что начало со мной происходить? Я начал принимать благодать. Чтобы стать таким сострадающим пастырем. Потому что нам все нужна благодать. Чтобы мы стали такими, какими Бог нас призвал. И благодать происходит от Откровения Иисуса. Благодать приходит от Откровения Иисуса. То, во что мы должны быть преображены. На самом деле, что нас преображает? Это Откровение Иисуса. И не только Откровение. Но когда мы Его видим. Потому что мы все слышали Откровение. Но это не изменилось. Но само Откровение нас меняет. Надо видеть Его. И Бог всегда всегда это делает в нашей жизни. Вот сейчас, где бы вы ни находились. Святой Дух являет что-то об Иисусе вам. Его природу. Те, кто призван быть пастырем или пастухом в теле Христова. Дух Святой особенно нацелен на то, чтобы явить сердце главного пастыряна. Отцы. Призваны представлять Небесного Отца. Понимаете, вот такую мою речь? Иногда в жизни возникают трудности. Я вчера говорила об этом. И ощущение такое, как пустота. Вакуум образуется. Но на самом деле, вот в эти периоды непростые. Бог хочет являть Себя. Но, как я говорил, например, финансовая нужда. Посреди этих трудностей Он говорит Я. Тот, кто Тебя обеспечивает. Но когда дело касается призвания. Мы погружаемся в более длительные сезоны. Потому что нам нужно углубиться в Откровение Иисуса. Я приведу вам пример. Кто из вас одинокий? Я одинокая, я немножко о себе расскажу. Никогда не была замужем. И для меня это было всегда очень непростым. Разочаровывающе. Но Дух Святой продолжал мне говорить снова и снова. Смотри на своего жениха. Смотри на того, кто любит твою душу. И Он погружал меня все глубже. В того, кто нас называет невестой. Другими словами, вот в моем разочаровании человеческом, в этом ожидании. Того, кого Бог для меня предназначил. В этом сражении, как женщина. Мне нужно было найти жениха Иисуса. Потому что одно из моих самых главных призваний Учить людей и приводить их к интимности с Иисусом. Как я могу это сделать, если я сама не позволю Ему войти? Как я могу говорить о Нем, если за Него не знаю таким? Аминь? Вот точно так же для всех нас. Есть что-то в твоей жизни, связанное с тобою, таким, какой ты есть. И именно вот для этой части себя Он хочет открывать себя. Еще кое-что для меня. Никогда не была замужем. Но в 18 лет забеременела. И родилась эта прекрасная дочь Кейси. Мне было очень трудно быть одинокой матерью. И враг всегда пытался мне сказать, что я плохая мать. Потому что я работала, училась, когда она была маленькая. Но одно из моих призваний было основное. Быть матерью в теле Иисуса Христа. Чтобы быть матерью для других. Поэтому дьявол пытался использовать ситуацию жизненную в самом начале убедить меня в том, что я плохая мать. Опять же я говорю о том, что есть душа в которой я должна была пережить откровение. Вот это так происходит с Богом. Это как пути Божьи. Если вы это поймете вы начнете задавать другие вопросы. Мы не будем жалеть себя. не будем чувствовать отвержения. Я позволю моей дочке сказать что она росла без папы. Он вообще не присутствовал в ее жизни. И она может сказать вам что из-за этого это была борьба, это было непросто. она знает Небесного Рца. Она знает Небесного Рца. Особенным образом. И она может передавать сердце Небесного Рца. Из-за того, что в момент нужды она отдала себя Ему чтобы признать Его Своим Отцом. Поэтому особенная благодать была явлена для того, чтобы служить тем, кто Он есть. Это для всех нас. И это касается каждого из нас. Мы не все не имеем платформы. Возможно у вас нет основания. Но мы все называем обновленность обновленности Бога. Но не основания, а может быть нет официальной позиции. Но каждый из вас призван излучать Отца Небесного. Аминь. Знаешь ли ты, как Бог сегодня являет себя себе лично? Мы узнаем сегодня. И то, как мы это сделаем, забавно. Кому нравятся приколы? Какое понимание Его, какой Он есть, помогает нам занять позицию слышания. А кто из вас хочет возрастать в слышании голоса Бога? То, как я учу наши пророческие команды, мы начинаем со слышания. Вернее, мы учимся слышать, но начинаем с видения. Поэтому так многие из нас приходят, чтобы слышать Бога. не понимая, не понимая, что мы можем слышать или слышим не тот Дух. страх. Многие люди и слышат и общаются с Духом страха. «Бог, я же в таком положении сейчас. Помоги мне, помоги мне. Поможешь ли ты мне?» И страх приходит. «И вот что будет происходить. И вот что будет происходить. В конечном итоге мы начинаем умолять Бога или попрощайничать о чем-то лучшем. ». Знаете ли, что у страха есть план для твоей жизни? «Враг имеет план для твоей жизни». Поэтому нам нужно быть уверенными, что вы настроены на правильный голос. чтобы слышать Его голос. Аминь. «Да». «Вот что, ребята, с чего мы начнем, что мы будем делать. «Матфея, 14-я глава. Задержите себе это место описания. И вот что мы будем делать, что если вы должны идти в комнату, будьте приятны, будьте приятны. Для того, чтобы можно было уединиться с Богом на эти промежутки времени, вы можете любое место найти в этом зале. Мы включим музыку фоновую. И я хочу попросить вас перечитать 14 главу Матфея. И вот что я хочу, чтобы вы сделали. Когда мы читаем это, будем читать эту главу. Не думайте ни о чем, кроме одного. Иисус. Кто ты? Кто ты здесь? Как ты открываешься здесь? Зачастую мы читаем Слово и видим с разных сторон. Мы можем рассматривать Писание с точки зрения Петра. И мы можем учиться тому, что описано в истории. Например, женщина, которую поймали в прелюбодеянии. Мы можем рассматривать всю ситуацию с точки зрения фарисеев. Мы можем с точки зрения женщины читать ее. Мы можем читать ее с точки зрения Иисуса. We could see it from our perspective. С нашей точки зрения, с позиции нашей. But as you're reading this, I don't want you to have any other perspective, except for Jesus. Кроме Иисусовой. Who are you? Кто Он есть? As you're reading this, I want you to write down No more than three Aspects Of his nature. Okay? What do you see about who He is? That's the only thing I want you to look for as you're reading it. And I don't want you to focus on what He did. Okay? Not what He did. Не то, что Он делал, читайте. But the who. Но кто. His heart. Его сердце. What He's like. Какое? You know, if someone came to you and said, tell me about your husband or tell me about your wife. Если бы кто-то подошел к тебе и спросил, расскажи мне о своем муже, расскажи о своей жене. What's your favorite thing about them? Что тебе нравится больше всего в нем? What would you share? Что бы вы сказали? They're compassionate. They're kind. They're generous. They're generous. And write down no more than three. And write down no more than three. And write down no more than three. But at least one. But at least one. But at least one. Okay. Okay. Can you show me? Can you show me? Can you show me? Please. We're gonna pray again. So Holy Spirit, we just thank you. For this time. For this time. We thank you for revealing Jesus. Спасибо за то, что ты являешься Иисусом. And Lord Jesus. We thank you. For walking up and down the aisles in this room. For touching your bride. For exposing your heart. Make yourself know. Even as you open their doors. So holy. And don't you see? I don't I don't know. I don't think you... I don't know. I'll continue to know. And don't necessarily hear the hearth of God. So I will see you at last. You're frozen inside. The sermon is tomorrow. Продолжение следует... 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 Хорошо, хорошо, один из вас здесь. Еще один. С этой стороны. Хорошо. Ну давай. В первую очередь я увидел, что он служитель, он заботился о грудях. Его дары служили людям. Он был Господь, он поступал так, как ему не нужно было. Когда он захотел, он пошел по воде и куча мука. И он заботливый, он заботливый, он заботливый. Он знал, где нужно находиться тем людям, которые были с ним. И я увидел, что он заботился о людях, потому что он знал, где это было, и он был заботливым. Он был заботливым там. Он заботливый, чтобы люди не разходились, и чтобы ученики дали им душу. Ну, так далее. То есть он заботливый людям, это был пример он заботливого хаоса. Что, я бы сказал, что вы видели основное, которое было заботливым о нём со ним? Что вы увидели, что было заботливым для тебя о нём? Какой он? Он любит и понимает нужды. Понимает нужды. Понимает нужды. Да, и он любит. У меня есть вопрос. У тебя есть в жизни твои ощущения сейчас, что много нужды? Нет? Хорошо. Дело в том, что Бог себя являет именно таким. Который знает твои нужды, возможно, он соцветает тебя нужды от других. Аминь. Держись этого. Спасибо. Когда Мишель говорила о женщине, взятой при любодеянии, Господь коснулся меня и показал себя в этом... Мы говорим только о 14 главе Матфея. Хорошо. Хорошо. Читая глава Матфея, он показал мне как цель Божий, святой, прощающий, дающий помощь людям в исцелении. Три, уже три. Всего не больше трех. Святой, прощающий, исцеляющий. Святой, прощающий, исцеляющий. Sometimes I need to pray a little bit. That's my experience. So I saw him forgiving, holy and Святой, прощающий, исцеляющий. И healing. Святой, прощающий, исцеляющий. И два места Писания. Когда житель этого места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснулся к краю его одежды его и которые прикосались исцеляясь. И до меня пришло откровение о том, что Бог любит людей. Он ненавидит грехов, любит людей. У него нет своих и чужих. Он ненавидит грехов. Он ненавидит грехов. Мы попробуйте сосредоточиться на задании, хорошо? Потому что много это уже получается. Да. So he is not fair. And he does not separate people. He loves everybody. He loves everyone. And he cares about everyone. And he is here. Спасибо большое. Спасибо. Я так понимаю, вопрос стоял, кто Он есть для меня? Но я так ставил для себя вопрос. Да, в этом контексте. So because he was who is Christ for me from chapter 14, I think. Я увидел, что Иисусу нераднодушно то, что происходит с моим здоровьем. I see that he is indifferent about health conditions of people. I mean, he cares about health. Он не может смотреть на мои страдания и всегда готов исцелить. He is ready to heal and never neglect me in my need. Увидел Иисуса как целителя. So I saw him as healer. Второе. Иисус заботливый. Иисус заботливый. Беспокоится о моем обеспечении. И также учит меня заботиться об обеспечении людей, которые меня окружают. Следующее. Иисус заботливый. Увидел Иисуса бесстрашным. Он выше любого страха и учит меня быть не под влиянием страха. Иисус заботливый. Он представляет мне, не вредь себя. Спасибо. Молодец. Спасибо, дорогие, спасибо. На собрании в четыре часа будешь здесь? Короче, уже будешь. Потому что я буду говорить о бесстрашном как раз. То есть, из всех трех пунктов, которые вы выписали, я предлагаю вам выделить один. То есть, который наиболее ярко тебе открылся в этой главе. Потому что то, что ты видел, это как раз то, в чем ты нужен. Да, и что сейчас. Я могу сказать, что многие из вас здесь могли бы стоять очень многие из вас. И вы бы поделились совершенно разными аспектами того, как я видел со Христос там. Но лично ты увидел, что Святой Дух хотел тебе показать. Это для тебя очень лично. Гарантирую, что именно Он это тебе открыл. Касается ли это обстоятельств, через которые ты проходишь. А в любом случае, Он пробуждает в тебе то, кто ты есть. Потому что, помните, когда мы смотрим на Него. Когда мы создаем Его. Мы становимся как Он. И мы меняемся в Его образ. От славы в славу. Я это снова и снова буду повторять. То, что ты видел. Это точно, что тебе нужно в этот период твоей жизни. А увидел Слугу. Возможно, это означает, что Он призвал тебя служить. Ты видел бесстрашного. Означает ли это, что тебе надо, преодолевая страх, новые высоты покорять. Ты видел целителя. Видела. А есть ли нужда в исцелении? Он хочет это сделать. Или, не только чтобы принимать исцеление. Но, возможно, возлагать руки на больных. И видеть, как Бог их исцеляет. Потому что, когда вы видите это в Нем. Есть благодать. Для того, чтобы ты передавал. Аминь. Итак, что мы сейчас делаем. Выберите самую главную характеристику из всех. Из того, что ты увидел в Нем. И мы будем снова идти за 15 минут. Это что мы делаем? Мы не имеем время. Да. Хорошо. Хорошо. Мы будем сначала отдать. Все-таки мы сделаем с начала перерыв. 15 минут. У нас, по идее, должно было быть через 10 минут, но не через 8 минут. Но мы сейчас делаем перерыв, чтобы процесс не прерывать. И у нас 15 минут перерыв. Это означает 11, 38. Да. 11, 40. 38. Окей, ready? Ну, а секунды уже там. Все, поехали. Спасибо. Перерывчик.